Ситуация с незаконными перевозками пассажиров в Южном Казахстане стала очень серьезной. Десятки автобусов, совершающих рейс в Шымкент-Астана, не имеют права выходить на линию. Первыми войну нарушителям объявили их бывшие коллеги. Водители устроили настоящий разбор полетов. Некогда дружный коллектив водителей теперь разделился на два лагеря. Одни обвиняют других в нарушении закона. Хотя еще недавно вместе и нелегально перевозили людей по рейсу Шымкент-Астана. Эти автобусы, конечно, они все нелегально работают. И я сам работал три года нелегально. Во-первых, стоишь на пешеходном переходе, дети, пассажиры туда-сюда ходят, оттуда КамАЗы, грузовые машины летят. Каждые две минуты может произойти ЧП. Бывшие нелегалы теперь, так называют себя эти водители, обвиняют коллег в опиющих нарушениях. Во многих автобусах, по их словам, нет бортового журнала. А водители ездят и вовсе без медицинского освидетельствования и разрешения на дальние рейсы. Правила работы здесь диктует рынок. В случае ЧП ответственного нет. Нам водитель нужен или кто у вас? Водитель нет, он спит. А можно его разбудить? Нет, он дома спит. А кто здесь главный? Главный нет, все ушли. Грудью на защиту водителей встала женщина. По ее словам, на них клевещут завистники, которых выгнали отсюда несколько месяцев назад. На автовокзале все спокойно. Ежедневно отсюда в столицу уезжают по 9 автобусов. Пусть уезжает. Но люди много, все хотят работать. На поезд билетов нет. А мы детей кормим здесь. У нас каждый по одной автобус, частный. А мне надо кредит платить. В отделе пассажирского транспорта другая правда. Здесь говорят, ситуация с незаконными перевозками пассажиров стала пугающей. Десятки автобусов уезжают из Шимкента в Астану нелегально. К слову, в черном списке транспортников есть и те, кто якобы объявил войну нелегалом. Под видом нерегулярно у нас осуществляется незаконный перевозок. Одним из условий нерегулярного перевозка – это обеспечение безопасности. На ЖДВ они на проезжей части проезжают. Это нарушает правила дорожного движения. А в Дархане хоть часть выполняется, но это тоже незаконно. Дорожными войнами теперь заинтересовались прокуроры. Они говорят, что в сфере перевозок давно пора навести порядок. Рейды уже начались. Всех нарушителей обещают наказать по всей строгости закона.